Приветствую всех по ту сторону сетевого кабеля и сетевого экрана. Меня зовут Дмитрий Егоров, я один из авторов программного продукта NetStock и на этой неделе мы выпускаем новый релиз и я записываю этот ролик для того чтобы рассказать вам о новых возможностях нашего программного продукта. Ну как всегда новый релиз это доработка юзабилити, это устранение выявленных ошибок и повышение быстродействия, но этот релиз отличается не только этими вещами, а еще серьезным функциональным изменением, которое можно будет отследить во всех наших направлениях и который на мой взгляд, как мы надеемся и я очень сильно рассчитываю, сможет принести компаниям большую дополнительную пользу при управлении запасами. Начнем мы с маленьких изменений, которые небольшие, но достаточно приятные. Мы пересмотрели немножко монитор ключевых показателей, где теперь не только видно состояние выполненных обязательных задач и информацию о перегрузке, но также есть информация о том, с какой даты у нас начинаются данные об остатках, на какую последнюю дату у нас перегружены данные об остатках, с какой даты у нас начинаются загруженные даты о продажах, а также максимально загруженные даты продаж, которые у нас есть в системе. Как вы видите, у меня это копия тестовой базы и данные у меня заканчиваются ноябрем 2019 года. Раньше для того, чтобы поменялись цитатик показателей, нам нужно было долго-долго было бы щелкать стрелками. Для того, чтобы это не делать, а пользователи об этом просили, мы добавили сюда возможность выбрать дату через календарик одним кликом. То есть мы можем выбрать дату, любую, которая нам удобна, исходя из того, на какую дату мы хотим посмотреть. Это достаточно удобно, хотя, конечно, как говорится, вам шарточки переехать и на скорость это сильно не влияет. Но пользователю стало заметно удобнее. Я сам могу сказать как пользователю, что мне стало заметно удобнее. Кроме того, мы изрядно, мы немножко поработали над функционалом помощника формирования заказов. Раньше у нас по недосмотру недоработки были сложности с тем, чтобы сортировать в этом помощнике номенклатуру. Сейчас у нас появилась возможность это сортировать. Более того, иногда случались такие истории, когда при формировании заказов из-за плохого ли интернета или из-за того, что подторважал компьютер. Пользователь дважды нажимал на кнопку сформировать заказы поставщика и эта кнопка приводила к тому, что заказы поставщику задваивались. На текущий момент мы поставили защиту от этого хозяйства. Вот можете увидеть, что недосток вам при попытке сформировать повторно заказы на ту же номенклатуру, вас об этом предупреждает, что вот уже у нас сформировано по всей этой номенклатуре и по большому счету не надо нам больше формировать заказы. Это у нас новый функционал, который появился в помощнике формирования заказов. Более того, по просьбам наших клиентов появилась такая функциональность, которая показывает количество на складе, который является поставщиком. Если поставщик это ваш собственный склад, в данном тестовой базе у меня этого нет, но если поставщик это ваш собственный склад, то система вам покажет, сколько вам доступно к заказу на складе, с которого вы можете поставлять. Более того, если вдруг ваш поставщик предоставляет вам информацию об остатках у себя, то ее точно так же можно будет загрузить в Netstock. И загрузив в Netstock, уже смотреть, сколько вам доступно к заказу. Точно так же нас пользователи просили сделать возможность сортировать по коду, по артикулу, по наименованию. Соответственно, мы добавили эту возможность, то есть теперь по кнопке еще мы можем отсортировать номенклатуру, например, по коду, по убыванию, по возрастанию. Стандартная история. И, соответственно, отсортировать в помощники заказа список номенклатуры так, как нам удобно, а не только так, как он формируется по умолчанию. А по умолчанию он у нас формируется от самых маленьких остатков к самым большим. Кроме того, что у нас еще появилось в помощнике заказов? Появилась возможность выхода в диаграмму. То есть иногда при формировании заказа целесообразно посмотреть, что же у нас там происходило. Я выбрал номенклатуру в излишках, поэтому здесь, конечно, ничего у нас не происходит. А возможность выхода в диаграмму из помощника заказов у нас тоже появилась. И она достаточно приятная. Появились дополнительные отборы. То есть появилась возможность отобрать не только по наличию, но и по потребности. Мы можем теперь отобрать, допустим, особенно когда мы работаем с деньгами, мы можем отобрать только черную и красную потребность. И, соответственно, по этой потребности мы тоже можем данные отбирать и получать соответствующую информацию. Это позволяет нам отобрать только ту номенклатуру, которая самая срочная к заказу и заказывать только ее. Это бывает очень и очень полезно. Но вот на данном примере можем посмотреть, что особо срочная к заказу у нас сумма почти 16 тысяч долларов. В данном примере нам нужно заказать. А при общей потребности больше чем 100. Но это вот срочная потребность. Ну и даже это не самое главное из того, что произошло у нас в 27 релизе. Самое главное, что произошло в 27 релизе, у нас появилась функциональность управления ассортиментом. Нас часто спрашивали, есть ли у нас возможность провести ABC анализ, XY анализ или любой другой подобный анализ. И, в конце концов, мы решили сделать эту штуку, чтобы она у нас была в нетстоке. В нетстоке мы имеем возможность проанализировать любой период по нескольким измерениям ABC анализа. То есть, первое, очевидное, самое, это ABC анализ по проходу, который вы видите сейчас на экране. Это анализ с точки зрения формирования того, насколько большой вклад в наш заработок вносит та или иная номенклатура. Помним классический ABC анализ. Группа А – это 80% прохода за период. Группа Б – это от 81 до 90, то есть еще 10%. И группа С – это все остальное. Кроме анализа по проходу, мы можем анализировать по количественным параметрам. И, что очень важно, вместо XYZ мы добавили еще три способа, которыми можно проанализировать нашу номенклатуру. Первый способ – это по рентабельности инвестиций. Нас часто спрашивают, как выбрать номенклатуру, которая нужно сделать складской и при этом не заморазивать слишком много денег. В классическом решении управления запасами для наличия рекомендация такова. Если номенклатура имеет достаточно хороший показатель рентабельности инвестиций в запасы, то ее нужно обеспечивать ее наличие. Но вот как это сделать на практике – это всегда сложно. И поэтому мы добавили просто алгоритм, который настраиваемый, но по умолчанию он работает следующим образом. Он вычисляет среднее значение рентабельности запасов по данному месту хранения. Дальше выбирает из тех, что выше среднего 20% лучших и присваивает ей характеристику группы А. Все остальное от этой до среднего – это группа Б. А группа С – это вся номенклатура, которая имеет показатели рентабельности инвестиций ниже среднего. Точно так же работает алгоритм по оборачиваемости, который предназначен для работы с номенклатурой, у которой нет продажи. Чаще всего это связано с управлением сырьем и материалами производства. И так же это анализ АБЦ-анализ по количеству дней продаж, то есть по сути по частоте продаж, который заменяет классический X, Y, Z. Система может рассчитать за установленный период значение, потом она покажет, какое значение на текущий момент установлено и какое рекомендуется по итогам расчета за новый период. Как часто рассчитывать, как часто менять статус и номенклатуры – это всегда вопрос конкретного бизнеса. Иногда это может быть квартал, иногда это может быть год, это зависит от того, какая у вас сезонность. Но важно, что все эти вещи мы можем на любую дату установленную применить, и тогда они будут участвовать во всех наших отчетах. Если вы обратили внимание, когда я работал с помощником заказов, я не акцентировал ваше внимание, но внизу у нас появились отборы. Отобрать группу АБЦ по ROI, по проходу, по частоте продаж для торговых компаний – это три самых важных характеристики для принятия решения, что же из того, что сейчас есть, является самым главным. Более того, мы пошли дальше, и мы на основании этого анализа разработали систему рекомендаций, которая подсказывает компании, какой статус в каком случае имеет смысл устанавливать. Это редактируемые комбинации, это наши предложения, как на наш взгляд было бы правильно, по каким-то позициям можно давать рекомендации по изменению цены, но в данном случае, вот это наши рекомендации, они входят в типовую поставку этого, они именно так выстроены. То есть, мы берем сначала вся группа А по проходу, при достаточно хорошем показателе ROI и частоты продаж, мы их рекомендуем делать складскими. Показатели, которые имеют хорошее значение по проходу, но не очень высокие по рентабельности инвестиций и по частоте продаж, их имеет смысл делать заказными. Ну а группы, где у нас все характеристики С, или ключевые характеристики ROI и значения по проходу у нас тоже С, не очень понятно, зачем имеет смысл эти позиции иметь на складе и ими продавать. Да, конечно, всегда нужно принимать решения, но система способна вам подсказать, исходя из установленного правила, какие позиции, какой статус целесообразно было бы иметь. Ну и для этого у нас есть механизм анализа и рекомендации по изменению статуса, который позволяет нам отобрать и посмотреть. Ну вот я ради интереса в тестовой базе отобрал два ключевых параметра, как максимально полезную. И можем посмотреть, что ну вот это работа закупщика, который показывает, что вот эта номенклатура, которая имеет все три категории А, почему-то на текущий момент имеет статус вывод. Ну, наверное, есть только один способ это обосновать, она снята с производства. Во всех остальных случаях держать такую номенклатуру в выводе, это нецелесообразно, потому что это значит просто терять возможность зарабатывать деньги. А весь этот функционал АБЦ анализа формирует новую функциональность, которая называется управление ассортиментом. Всем нашим пользователям, которые обладают типовой лицензией, она доступна в течение трех месяцев на бесплатное использование. Дальше она предполагает получение расширительной лицензии на этот функционал. Будем надеяться, что это может вам принести пользу и вы будете готовы этим пользоваться. Спасибо всем и до встречи по ту сторону сетевого экрана. Спасибо.